Книжки позднее будут? Моё личное, почему я как пенсионер работала, и уволившись, мне пенсию, надбавку к пенсии дали на месяц позднее. Да, дут ещё только. Почему? Кто придумал такой закон, чтобы после увольнения три месяца? У меня муж участник войны, я обращалась в военкомат, чтобы мне помогли могилу обустроить, и памятник, если нужно запомнить. Они мне отказали. Ну и я и решила, что мне поможет Владимир Вольфович. Почему поможет? А потому что знаю, что он сразу же отвечает. Мы собираем обращения, будем их передавать председателю ЛДПР Жириновскому Владимиру Вольфовичу. Уже целая коробка собралась, честно говоря, не считали. Я каждый раз хожу. Мне очень нравится. Очень даже я и голосую всегда. Здесь у меня пенсия маленькая, я молитву, мне не дали ничего. Ну и обратилась, а мне тысячу выслал Жириновский. На 75 лет. Спасибо ему большое. Мы приезжаем к депутату Госдумы фракции ЛДПР, общаемся с людьми, узнаем, что у них на самом деле происходит на местах. И делаем все возможное, чтобы вне зависимости от их политических убеждений, вне зависимости от их настроения, улучшить жизнь каждого из вас. Тише, тише, руки убери, я скажу. Все, одного накормили? Татоша Апуру. Не трогайте, я еле. Происходит отвратительно, особенно когда раздают, тут как-то неорганизовано, надо сказать. Уж если бы так, ну не так же, так подачку выбросить, бросить. Так, выпустите меня. Так, выпустите меня. Нет, нет, нет. Давай-ка аккуратненько, а? Сыр, хватит. Кепочки добавьте. Кепочки там добавьте. Молодой человек, пипит. А, блин, пипит, пипит. Что такое? Ребята, вас не знает? Да, это же обалдеть не может. Тут на сему одурели. Куда вы идете, то у меня ребенок тут идет. Все больные уже. Что ты берешь-то? Ого, ого, ого. Ого, ого. Какой ужас. Спасибо, сколько мужчин хватает. У меня в 12-м году дом сгорел, и мы с дитем остались на улице. Так что, можно сказать, переезжаем с места на место. Надоело. А к местным властям вы обращались? Обращалась, и меня послали на три советских буквы. И вы считаете, что обращение к Владимиру Вольфовичу поможет? Думаю, что это единственная надежда осталась. Это кошмар происходит. Даже дети себя так не ведут, как эти люди себя ведут. Это просто дикость определенных граждан, которые пришли сюда получить подарки. Думаю, что партия у нас благотворительность, не политическая партия. Такая же ситуация, как у нас в городе. Тихо, тихо. Что у меня на паре-то? Я не знаю, как. О, пацан, молодец. Пацан, держи. Не знаю, вы хватит. Я хочу сюда. Сюда умираешься, будешь там? А я думала... Нет, мне не достаньте ничего. Вы сюда пришли для чего? Ради того, чтобы получить кепку-газету или у вас какое-то обращение? У меня трое внуков я пришла получить подарок. Рюкзачок хотела, девочки. Вот сколько остановок сейчас было, вот везде так яро набрасываются на нас. Значит, правительство не слышит губернатора. Значит, министерство не отреагировало на его бюджетное послание. Соответственно, и в 18-м году, и в 19-м вам скажут, денег нет. Денег нет. А мы говорим, они есть. Есть закон. Он принят. Он принят меньше месяца назад. Тонитесь в сигареты, ищет. Точно спокойно. Что случилось? Луку обозгли. Точно сигареты. Обращений масса. Уже сейчас более 500 обращений, при том, что мы проехали всего 4 станции по Кировской области. Обращения самые различные, но это ключевые самые. Это социальная сфера. Люди не могут устроить детей в детские сады и школы. Второе – это тарифы. Ну и работа администрации. Ключевые вопросы. Это просчеты, наверное, в работе администрации, потому что если люди так бросаются на футболку, то, значит, им эта футболка очень нужна. И если она им очень нужна, значит, у них либо нет работы, либо эта работа не оплачивается должным образом.